Жителям села Усто-Абдуло Ургутского района воду приходится носить ведрами на протяжении более 10 лет. Расстояние около полутора километра. Вернуться в прошлый век пришлось, когда вода перестала поступать из водонапорной башни из-за низкого напряжения электроэнергии. Для улучшения качества питьевой воды администрация района предоставила высоковольтный трансформатор, а районный отдел Сувокова – насосы. Однако вопрос не решился. Дело в том, что водонапорная башня огорожена стеной, которую пристроила к своему дому житель села Ориев-Мерзаев. Попасть к нему домой не получалось ни местным, ни работникам госструктур. Заявители утверждают, что в селе действительно есть водонапорная башня. Она была построена в 80-х годах прошлого столетия для обеспечения чистой питьевой водой сельского населения. Нам сказали, что вода не поступает из-за отсутствия электричества. Несмотря на то, что со стороны районного хакимиата и облводоканала предоставлено все необходимое оборудование, воды по-прежнему нет. Почему? Знаю одно – построен дом, хозяин которого не впускает никого внутрь. Как нам пояснили, башня находится на балансе районного предприятия Сувокова. Нуридин Азимов, член Ургутского районного отделения кадастрового агентства, сказал, что башня незаконно огорожена забором жителям села Ориев-Мерзаевым. По словам Ориева Мерзаева, башня работала до декабря прошлого года. Слабая мощность трансформатора приводила к понижению напряжения по всей подключенной сети. Несколько раз по этой причине происходило возгорание на подстанции. Мужчина сказал, что не против того, чтобы установили более мощный трансформатор. По словам главного инженера водного предприятия Ургутского района Джафара Абдуназарова, государственная водонапорная башня должна иметь особую охранную зону. Когда мы прибыли на место с целью решить проблему и прояснить ситуацию, Ориев-Мерзаев воспротивился. Он не открыл нам дверь, когда мы хотели заменить сгоревший насос. На основании документа построенная им стена будет разрушена, а башня будет огорожена решеткой, через которую в любое время можно будет попасть внутрь. В конце журналистского расследования мы получили также заключение Гайрата Абдиева, депутата законодательной палаты Оли Маджлиса от этого региона, который вместе с нами наблюдал за проблемами населения. Завершены 50% работ по устранению неполадок и ремонту насосного оборудования. Рабочая группа районного предприятия Сувукова сообщила о доведении начатой работы до конца следующей недели. Я также связывался по телефону с электриками. На днях они должны предоставить проект подключения к сети нового высоковольтного трансформатора. Для эксплуатации башни подкреплены граждане из Махали, которые поочередно будут контролировать подачу воды населению. По словам заявителей, представители Хакимята несколько раз встречались с Орифом Мирзаевым. Домовладелец добровольно согласился снести стену вокруг водонапорной башни.